У меня супер пушистые, пористые, обесцвеченные, кудрявые волосы, тонкие при этом, но их достаточно много. В этом видео я покажу свой нынешний уход, как я ухаживаю за ними, при том, что у меня жирная кожа головы, как я мою голову, какими продуктами специальными пользуюсь, чтобы поддерживать волосы в маломальске нормальном состоянии. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на мой канал, здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей, а также иногда разные темы, которые меня интересуют. Итак, сегодня волосы. Вообще, я начинала свой канал с того, что я рассказывала о кудрявом методе, именно Curly Girl Method, ну типа прям в классике, по Лорен Месси, я совместно с другими девчонками основывала первый кудрявый фестиваль в России. В общем, было дело давно, уже пять лет почти прошло. И, конечно, с тех пор я узнала огромное количество новой информации, я научилась разбираться в составах, я поняла, как работают те или иные продукты, как компоненты работают на волосах. И что большой разницы в уходе нет, к сожалению, или к счастью, я не знаю. В общем, вот эти все системы, построенные вокруг ухода за кудрявыми волосами, в основном такой большой прям вот эффект, вау, слепленные завитки, дает укладка правильная. Именно вот метье, вот эти все техники, все такое. А то, какие компоненты мы используем на волосах, ну, это будет зависеть не от того, какая у них текстура, а от того, какого эффекта вы хотите добиться. Например, у вас пушистые волосы жесткие, вы хотите их смягчить, разгладить. Прямые у вас волосы, либо же кудрявые. Вы будете использовать тяжелые компоненты, какие-то жирные спирты, масла, я не знаю, силиконы. Если у вас волосы очень тонкие, или же вам нравится эффект такой объемной пушистой укладки, то вы будете использовать протеины и какие-нибудь полипотерниумы. Опять-таки, прямые у вас волосы, либо же кудрявые. Короче, не важно, какая текстура важен, результат, который вы хотите достичь, и с какой точки вы идете, в плане мягкости и того подобного. Ой, поняли. И я регулярно обычно делаю апдейты по своему уходу, и в этом видео как раз покажу, чем я пользуюсь сейчас. Итак, без каких-либо других вступлений, начнем с кожи головы. У меня жирная кожа головы. И при том, что волосы достаточно, ну, такие в привычном понимании сухие. На самом деле, эти все термины немного устаревшие, непонятно, что они обозначают. Что значит сухие волосы, а что значит влажные волосы. На самом деле, часто волосы, которые такие пушистые, они наполнены влагой, и от этого они выглядят пушистыми. В общем, в привычном понимании такие сухие, типа ломкие волосы обесцвеченные. Но у меня жирная кожа головы, которая требует ежедневного мытья, либо же мытья через день. И мытья достаточно такими жесткими промывающими шампунями. Если я не буду это делать, я зарабатываю тибориндерматит регулярно. Поэтому я не могу пользоваться только мягкими шампунями для длины. Мне нужно что-то прям мощное. Либо же специальный ход в виде пилингов. Обожаю пилинги и пользуюсь ими уже много-много лет. Они мне помогли держать под контролем свое выпадение волос. У меня антрогензависимая лапеция. Правда, я ее отследила прямо на начальной стадии. Сразу кучу мер предпринимала и до сих пор предпринимаю. Покажу сегодня, каким стимулятором для роста волос я пользуюсь. Так вот, пилинги. Кстати, никакого продукта в этом видео спонсированном не будет. Да, что-то мне присылали в качестве сотрудничества. Но все, что я сейчас вам показываю, это просто на добровольной основе. Знаете, и потому что я действительно этим пользуюсь. Итак, пилинг. Из последнего. Мне очень понравился пилинг Open Face. Я вам про него уже рассказывала. Просто эталонный пилинг, на мой взгляд. Тут несколько типов кислот. Тут салициловая кислота, уксусная кислота, гликолевая. Да, уксусная же есть тут. Я все время забываю, уксусная тут или... Да. Также здесь мочевина. Ментол для ощущения вот этого холодка на коже. Это спорт-момент с ментолом. У кого-то на него раздражение. Но в целом ментол, ну, дает приятные чувства. Вот эти как будто бы кожа задышала, знаете, и прям действительно очистилась. Удобный носик. Для меня идеальная консистенция. Не супер он густой, не супер жидкий. Хорошо распределила. На грязную башку нанесла. Походила минут 20-30, иногда час. Вот. Смыла. И использую дальше шампунь. Если не этот пилинг, я сейчас также использую пилинг от корейского бренда Amos. Это более мягкий вариант. Здесь энзимы в составе. И много-много паф. То есть, это просто будет такое глубокое очищение с кондиционированием. И легкое отшелушивание благодаря энзимам. Он намного мягче. То есть, его я использую, ну, может быть, пару раз в неделю. Вот этот пилинг раз в неделю или даже раз в две недели. Просто потому что сейчас у меня уже голыш головы в хорошем состоянии. Если бы я начинала только вот этот вот весь отшелушивающий трип, то я бы чуть ли не каждый день бы использовала этот. Может быть, дня три. И потом на что-то более мягкое бы переходила. Что по этому пилингу, тоже классная консистенция. Удобно, что маленький такой тюбик. Его удобно брать с собой, если куда-то в какие-то поездки. В общем, обычно такого тюбика мне хватает где-то на два, ну, три раза. Далее, шампунь. Шампуня сейчас у меня два. Ну, на самом деле, один, который я вам покажу. Потому что второй шампунь. Я буквально на днях закончила бутылочку. И я не успела купить. И почему-то я выбросила. Я не подготовилась с тем, чтобы показать у него. Но я показывала уже в одном или не в одном видео. Это шампунь от Revolution Hair Care. Это шампунь с салициловой кислотой. Бомбический шампунь для всех, у кого жирная кожа головы. Для тех, кому лень пользоваться пилингами. Он очень хорошо отшелушивает. Он поддерживает кожу именно чистой дольше. Вот прям намного более чистые волосы я ощущаю, если я пользуюсь этим шампунем. Но если пользоваться им каждый день, я иногда замечаю, что волосы немножечко более сухие, спутанные. Поэтому я стараюсь выбирать что-то более мягкое. Вернее, как? В шампуне вообще это такая штука. Они должны очищать и, по сути, больше ничего не делать. Ну, например, если в шампунь добавили салициловую кислоту, как тот, о котором я говорила, Revolution. Он будет немножечко растворять вот этот вот кожный секрет. В общем, они проникают чуть поглубже, как салициловая кислота работает. То есть даже в смываемом продукте это будет работать. Вообще салициловая кислота это одна из немногих кислот, которая работает вообще в щелочном пуаш шампуне. Ну, достаточно в щелочном. Это все-таки еще не прям щелочной. Но потому что, когда пихают в шампуне гликолевую кислоту, я думаю, боже, ну и зачем? Просто так положили, чтобы она там полежала, она не сработает в таком паше. В целом, шампуни должны только промывать. И они это могут делать более мягко или более жестко. И это не всегда зависит от паф. А да, есть сульфаты, которые мы знаем, боже, ужасные и ужасные. На самом деле, прекрасно я обожаю сульфаты. А есть также большое количество кондиционирующих добавок, которые добавляют в шампунь. Чтобы он меньше спутывал волосы, чтобы он как бы оставлял их не в мочалковом состоянии. Потому что, если бы мы мыли волосы чисто, даже с самым мягким павом, если бы там не было никаких кондиционирующих добавок, у нас бы была мочалка на голове просто после этого процесса. Поэтому шампунь смягчают. И даже самые как бы жесткие сульфаты можно так смягчить, что это будет мягкий, прекрасный шампунь. Вот. И в частности, я обожаю корейские шампуни, потому что они добавляют часто не только мои любимые сульфаты в привычном понимании СЛС или СЛС, но также они добавляют и сульфаты как бы предыдущего поколения, но более промывающие. Это аммониум лауреат сульфат и аммониум лауреат сульфат. И как раз таки вот тоже средство у бренда Амос с этими павами. Ох, обожаю, когда в шампуне сочетание этих павов. На моей коже головы это работает прекрасно. Моя чувствительная кожа головы склонна к разной гадости. Тем не менее, эти павы моей коже приносят прекрасно. Шампунь дает хорошее очищение, он пенец и класс, благодаря тому, что у него как раз хорошее сочетание павов. Плюс здесь много кондиционирующих добавок, которые не делают волосы спутанными. И это не какое-то прям жесткое очищение до иссушения. Это просто приятно чистая голова, но волосы мягкие и увлажненные. Короче, на ежедневной основе я использую этот шампунь. Сейчас уже какое-то время. На самом деле я тестирую средство Амос для одного секретного проекта. Если все получится, я вам расскажу. Но мне просто очень понравился шампунь и кондиционер тоже. Сейчас я вам покажу его. И я только ему пользуюсь в последнее время, кроме вот этого салицилового. Плюс мне нравится, что это большая упаковка, что здесь дозатор. В общем, очень удобно стоят они в ванной. И я кайфую, короче. Далее из кондиционеров я могу, если это какой-то обычный день, воспользоваться пару к этому шампуню таким же кондиционером. Demage Repair это та же линейка у Амос. Это линейка с большим количеством кондиционирующих добавок. Что в шампуне, что здесь. Там и силиконы, и масла, и аминокислоты. Или и катионные компоненты, которые снимают статику и как бы налипают на поврежденные участки волос. Потому что наши волосы имеют отрицательный заряд. И особенно их поврежденные участки. А вот эти вот катионные компоненты с положительным зарядом прикрепляются и как бы подлатывают эти дыры. Как бы именно направленные, директивные на эти участки. Понимаете, о чем я? Они называют это Treatment CMC, то есть комплекс цветочных мембран. Если вы не знаете, комплекс цветочных мембран это тонкий-тонкий слой в наших волосах между кортексом и кутикулой. Кутикула самый внешний слой. Обычно он сталкивается с большим количеством повреждений, чего бы там ни было еще. Кортекс это внутренний основной как бы свой волос, который занимает основной объем волоса. И между ними есть такой маленький, тоненький малыш комплекс клеточных мембран, там липидная мантия, вот это вот все. Так вот, большинство компонентов работают на кутикуле. Но есть компоненты, которые проникают чуть глубже и укрепляют комплекс клеточных мембран. До кортекса ничего вообще практически не доходит, вот. Поэтому как раз таки аминокислоты, например, они очень хорошо работают с комплексом клеточных мембран, укрепляют его здоровый комплекс цветочных мембран, значит более здоровый кортекс. Я не знаю, это все очень сложно, конечно, возможно, для вас звучит, если вы первый раз сталкиваетесь с уходом за волосами. Но в целом, если понимаешь, как это устроено, то потом все очень логически понятно. Ты понимаешь, как выбирать уход, как можно или нельзя использовать средства. В целом, можно все, спойлер. И в частности, я иногда мешаю этот кондиционер с кейтин. Зачем я их мешаю? Кейтин это в основном пептидный уход. Я делала большое видео о кейтин, если вы не видели, посмотрите по ссылке. И это просто боженька среди уходовых продуктов. Это то действительно, что может как бы восстанавливать волосы, потому что он искусственно создает такие типа строительные штучки для поврежденных участков наших волосов. Потому что они взяли именно последовательность, аминокислотную последовательность волосы, раскрутили ее, посмотрели. И постарались создать вот этот вот синтетический пептид, который максимально приближен к тому, что у нас в волосах. Поэтому он очень хорошо встраивается и заполняет вот эти вот разрушенные участки. И пока мы используем эти средства, держится эффект какое-то время. Волосы более плотные, менее поврежденные. И они, конечно, не в детственном состоянии, но можно поддерживать, например, обесцвеченные волосы. Да господи, если бы я не использовала кейтин, я бы не могла обесцвечивать свои волосы. Когда я лет 10 назад обесцвечивала волосы, и не было никаких холоплексов или кейтин в помине, мои волосы просто отпадали, отламывались, потому что они такие тонкие и они кудрявые. Но это как бы вообще несовместимые вещи. Сейчас я регулярно их обесцвечиваю. И, ну, кто-то скажет, возможно, что они выглядят пушистыми, или не знаю, какими еще. У кого-то ужас, знаете, на пух или ОКР, я не знаю. Вот, но для меня это просто потрясающее состояние волос, если учесть, что они обесцвечены. Я выбираю их обесцвечивать, потому что мне нравится, как это выглядит. Так вот, что я сказала, почему мне хочется их свешивать? Потому что кейтин бывает недостаточно распутывающим. Если, например, волосы, я не знаю, после какого-то сушащего шампуня, либо в целом, я что-то не знаю, много стайлинга использовала, плохо его смывала, я не знаю, ну, короче, либо я по какой-то причине, почему они спутались. И мне хочется иногда, чтобы лучше было распутывание. Вот этот вот кондиционер, вот Амос, он очень хорошо распутывает, просто как масло, просто как, я не знаю что, за одну секунду волосы распутываются, как руками, так и с расческой вместе. Вот. А кейтин я могу нанести, подождать 4 минуты, затем сверху уже наносить кондиционер, и, может быть, его даже не смывать. Так можно. Нет никаких запретов. Можно кондиционер использовать как несмываемый крем. Вот, а несмываемый крем как кондиционер. В общем, эти два продукта сейчас в моем уходе. Кейтин уже очень длительное время. Этот кондиционер где-то вместе я использую. Вот. Мне очень нравится, как они работают и вместе, и по отдельности. Далее, конечно же, я расчесываю волосы, как обычно, с расческой Tangle Teaser. Я это делаю в мокром состоянии. Нет, расчесывание в мокром состоянии не повреждает волосы. Сильнее, чем расчесывание в сухом, во всяком случае. Потому что любое расчесывание повреждает волосы. Вообще механическое воздействие повреждает волосы. Я трогаю волосы, их повреждают. Всегда это говорю в видео. Но для тех, кто на задних партах, хочется сказать еще раз. Заворачиваю их в шелковистый тюрбан. Это тюрбан из моего магазина. Очень удобно. Потрясающе впитывает влагу. Но в моем случае, я не знаю, просто идеально все это всегда работает. Хожу в нем где-то минут 15. И затем снимаю. И начинается... Ладно, еще не укладка начинается, еще уход продолжается. Я всегда на чистую кожу головы, когда волосы еще чуть-чуть мокрые, когда я не сушила их, наношу стимулятор для роста волос. Мой любимый, наверное, стимулятор – это стимулятор Ordinary. Он потрясающий. Здесь нет отдушек. Здесь нет какой-то жирной основы масляной. Он супер водянистый, легкий. Не делает кожу головы какой-то жирной. Не добавляет вот этой зоне прикорневой дополнительного увлажнения. И тут пептиды. Пептиды – это просто суперкомпоненты. Есть разные типы пептиды. Есть биомиметические пептиды. Есть пептиды меди и так далее. И если, например, в Кейтин пептиды, которые работают с стержнем волоса, есть пептиды, которые имеют доказанный эффект на стимуляцию роста волоса. И как раз-таки в Ordinary в этом пептидном серуме для роста волос классные компоненты, классные пептиды, которые работают комплексно. Я думаю, что они мне помогают поддерживать очень неплохую такую густоту. Вот. И я прям... Очень крутой стимулятор. Не знаю, я его обожаю. На мой взгляд, он просто лучший. Далее – стайлинг. После того, как я нанесла стимулятор, я обычно опять расчесываю волосы. Потому что, когда я наношу стимулятор, я вот так все массирую, массирую, массирую. И, в общем, снова создаю какую-то неразбериху. Далее – что использую для укладки? После того, как я чуть-чуть расчесала волосы, я могу нанести пару капель масла. Масла какого-то флюида, потому что сейчас начинается осень. Лена уже началась. Здравствуйте. Уже один месяц прошел. Ну, короче, именно по погоде начинается осень, какая-то влажность, какие-то дожди, что-то непонятное происходит. Короче, и мне нужна дополнительная защита от влаги. И эту дополнительную защиту дают как раз-таки масла и флюиды, которые как бы дополнительную пленку создают вокруг волос, не давая влаге туда-сюда ходить и, соответственно, волосам пушиться. Много разных у меня флюидов и масел было, и Лаплекс, и Оренко, вот этот блюмотный, вот. Я не часто от них вижу разницы, разве что бывают более легкие, менее легкие, вот. И, конечно, хотелось бы полегче, чтобы жирности на волосах дополнительной не было. Сейчас я пользуюсь киетином. У них вышло это новое масло, да, там есть вот этот пептид. Я бы не стала на него полагаться как на восстановление волос. Но если он там есть, конечно, неплохо. Немножечко добавляю своим волосам укрепление, вот. Мне нравится, что просто он очень легкий. Тут, кстати, нет силиконов. Я не против силиконов, просто как факт. И тут прям вот как-то все как-то очень легко они сделали. Там очень легкие какие-то вот масла и легкие компоненты, по-моему, там три глицериды, что-то такое. Вот. И я беру буквально чуть-чуть, треть, пипетки, на все волосы наношу. А наношу в мокром состоянии. Можно это делать и в сухом состоянии. Например, вот не знаю, сейчас вижу такая, ой, что-то я распушилась. Нафигачила масло, чуть-чуть все это причесала. Прифигачила и красиво будет. Далее еще раз расчесываюсь. Зачем я это делаю? Потому что мне нужно для челки. Возможно, вы скажете, что эта челка лежит в четыре каких-то букли. Но это, в принципе, кудрявая челка так называется. Вот. Она могла бы быть, конечно, покороче. Но я решила, что я не хочу пока рисковать. И для первых разов достаточно такой. И у меня максимально жесткие, пушистые волосы. И кудрявые при этом максимально сильные. Вот здесь. Как раз мне челка. И поэтому мне нужно дополнительно ее укладывать. И делаю я это с расческой Denman. Причем у меня есть обычная расческа Denman. Но для челки я купила Denman Mini. Она, мне кажется, удобнее для этой зоны. Для того, чтобы ее использовать, сначала волосы нужно прочесать хорошо. Чтобы на них не было никаких спутываний. Потому что Denman'ам расчесаться сложновато будет. Вот. И я сначала расчесываю волос. И от своего лица, как ленту, как бы прокручиваю несколько прядей. Я делаю это только с прядями у лица. Если бы был запал, можно это делать по всей голове. И эта расческа помогает, как бы, сформировать эти завитки. И сделать их более гладкими. В общем, они лучше лежат. Если бы я этого не делала, они тоже нормально бы легли. Но они бы легли в разные стороны. Как-то коряво. В общем, поэтому основная длина моих волос вырыгается. После всех этих махинаций с расчесочками, я беру гель. Гель этот вы видели миллион раз. Если вы на меня подписаны, это R&C Motorcycle. Мой любимый гель. Он дает эластичную фиксацию. Не склеенную, не жесткую. От него нет жесткого каста. Я не люблю каст на волосах. Вот. Хотя каст, в принципе, это залог не пушащихся волос. Но я люблю пушистые волосы. И я люблю более естественные укладки. Короче, этот гель потрясающий. Я его распределяю по ладошкам. Наношу сначала просто такими поглаживающими движениями. Затем это все мну. Как обычно, вот это все жамканье для кудрявых волос. Как я уже говорила, самое главное, это укладка и техника этого всего нанесения. И еще один продукт, который я регулярно использую, это спрей от Ива Love Touch. По-моему, вы тоже его уже видели. Что он делает? Это чисто спрей на Димитиконе. Боже, тут, смотрите, компоненты Димитикон, Циклометикон, Триметил, Циклосилат, Парфюм и Линолол. Парфюм и Линолол. Линолол тоже парфюм, короче. Короче, пять компонентов. И, не знаю, Триметил, Силактилат. Что это? Но первые два это силиконы и первый Димитикон. И этот спрей, боже, я его так люблю. Я не могу. Я даже пса им пшикаю, чтобы у него была более блестящая, менее пушистая шерсть. Короче, он классный. Он прям потрясающий. И он подойдет для волос любой текстуры. В общем, если хочется прибивать какие-то пушинки, если хочется, чтобы волосы были более блестящие. Особенно, если я выпрямляю волосы, это случается раз в год. То я вот без этого спрея вообще жить не могу. Ладно, раз у нас демонстрация, давайте я еще добавлю масло на сухую, посмотрим. Просто, короче, прибили пушиночки. Вроде прибились, да? Ну вот, оно какое-то сухое. Даже на руках сухо. Сушка. Что я делаю для сушки? Либо сушу естественным путем. Просто хожу. Чаще всего так, потому что мне лень сушить. Либо я сушу волосы с диффузором. Обычно с свиньки. Смотря чего мне хочется. Если мне хочется более объемную укладку. Сегодня я сушила с диффузором. Ну, не потому что мне хотелось более объемную укладку. Потому что я торопилась. Вот. С диффузором более объемно получается. С естественным путем, естественно, они более такие приляпанные. Ну, зато менее пушистые. В общем, выбираем, что нам важнее. Короче, вот такой вот у меня сейчас уход. Я не буду оставлять ссылки на продукты, потому что сейчас по закону рекламы это может считаться рекламой. Но здесь нет никакой рекламы. Никто не платил это видео. Поэтому найдите сами, если вам что-то нужно, пожалуйста. Подробнее почти про каждый из этих продуктов я писала в своем телеграм. Подписывайтесь на меня в телеграм. Он называется Beauty Suita. На этом у меня все. Пишите в комментариях, чем вы пользуетесь. Какие у вас любимые средства для волос. Может быть, какие-то открытия. Какие-то новые техники вы используете. У меня все на этом. Увидимся в следующем видео. Пока.